Добрый вечер. На прошлой неделе нас покинула Татьяна Натарова, PR-менеджер Nissan Motor Rus. Она отправилась в мир иной. Она улетела работать в Японию по контракту на три года. У нас обычно принято в отечественной табеле о рангах должности называть как-то максимально по-генеральски. И PR-менеджер Nissan многими воспринимается как должность такого средненького звена. Нет. На наши российские реалии это переводится как директор по PR. А в табеле о рангах в европейском, в японском менталитете это все чуть попроще называется PR-менеджер. Вообще менеджер это ведь должность руководителя. Это у нас всякий продавец называется менеджер и даже тетя со шваброй это тоже клининг-менеджер, управляющий шваброй. Нет, на самом деле это была потрясающе высокая должность. Это очень серьезный был карьерный рост PR-менеджера Nissan в России. А теперь Татьяна Натарова на три года покинула нас. И там в стране далекой она станет самой главной по всемирному продвижению нового, ну заодно старого бренда Datsun. Возрожденного специально для таких стран третьего мира, как Россия, Китай, Бразилия. Правда, их еще несколько есть. Японцы, к счастью, поняли, что сами они с этим возрождением не управятся. Да и разница менталитетов столь огромна, что надо звать на подмогу человека более масштабного, чем случается это в Японии. На коротком веку цивилизованной автомобилизации России, который начался в 1991-1992 году, это первый случай столь грандиозного карьерного роста, когда нашего человека признали бесценным и уговорили поработать масштабно на весь мир. То есть, другие прецеденты бывали, но здесь Татьяна будет заниматься продвижением сразу везде. То есть, она становится самым главным в этом процессе продвижения и возрождения нового старого бренда Datsun. Теперь Татьяна возьмется учить и продвигать, а японцы, соответственно, станут удивляться и постигать. Но главное они уже сделали. Они доверили эту серьезную задачу специалисту. И нам с вами есть чем гордиться. Отныне это перестает быть частным случаем отдельного человека, отдельной Татьяны. Теперь это касается страны. Иностранцы, да еще такие капризные, как японцы, у себя дома русского сделали начальником над собой. За Татьяну очень приятно. Ну и за нас с вами. Это очень достойный пример, показывающий высочайшую квалификацию наших специалистов, в том числе международной табели о рангах. Но, кстати, Ниссан с той поры, как получил в руководителе испанца Карлоса Гона, он быстрее многих избавился в целом от этого предвзятого отношения к иностранцам вообще и к русским в частности. И понял, что на местах японцы, в общем-то, не самые умные. И необходимо делать ставку на окрестные кадры. И очень достойный пример был, когда Санкт-Петербургский завод свежепостроенный, Ниссан Manufacturing Rus, такое красивое русское название у него, впервые в истории японской корпорации, в общем, такого уровня, возглавил иностранец Дмитрий Михайлов. Это наш с вами соотечественник, очень приятный Дмитрий Михайлов. Я с ним встречался, совершенно очаровательный человек. И что, опять-таки, очень высокой квалификации специалист. Но карьерный рост, вот такой вот, воодушевляющий взятыми вершинами и согревающий сознание превосходством русских, он не только, конечно, в биографии компании Ниссан. Хотя она тон задает. Летом 2010 года генеральный директор Ягуар-Лендровер России Дмитрий Колчанов уехал руководить англичанами и индусами Великобритании. Это тоже довольно примечательный пример карьерного роста, потому что до этого главой представительства практически русские никогда не становились. Хотя был прецедент с Ауди, когда впервые, то есть практически первым, кто начал это, это была фирма Ауди, которая назначила нашего человека руководить вот этим вот сложным регионом под названием рынок России. Продвигать бренд Ауди, продавать. Это все было очень сложно. Потом подобных примеров вот именно по коммерческой линии стало уже несколько. И было очень радостно, что гендиром, отвечающим полностью за все, что связано с Ягуаром Лендровером в России, стал наш человек Дмитрий Колчанов. Но уровень человека масштабней, его позвали руководить уже англичанами-индусами на историческую родину. Пока еще эти бренды английские, хотя, конечно же, с легким индийским присутствием. И в зону ответственности Дмитрия Колчанова теперь входит весь мир, за исключением только самой Англии, Америки, Европы и Китая. То есть, там, Африка, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, ну, если что, даже Антарктида, потому что для Лендровера это очень даже тематически верно. Пару месяцев тому назад управляющий директор Chevrolet России Александр Майнов, он поехал в Китай, причем на очень интересную позицию. Он будет заниматься производством коммерческой техники, соответственно, показывать японцам, китайцам и корейцам, без которых не обходится в Китае ни одно. Автомобильное предприятие, как это надо делать? Тоже очень достойный пример, когда нашего специалиста позвали поучить всех остальных делать дело. Есть еще несколько отменных примеров русского ума-разума на заграничной почве в сопредельных автомобильных темах. Вот, например, шина компании Pirelli всему миру известная, не только покрышками, но и своим фантастическим календарем, ставшим такой точкой отчета в уровне и качестве презентационных материалов вообще, и календарей в частности. Потому что календарь Pirelli — это обособленное художественное явление. Ну и, кстати, резину они неплохую делают. Так вот, у нас был Василий Батронюк, он у нас занимался маркетингом и развитием бизнеса в России, в московском офисе Pirelli. А теперь он уехал в Милан, и там он региональный менеджер по экспорту в мотоциклетном направлении. И там темпераментные итальянцы вежливо слушают русского патрона и учатся у него, как торговать мотоциклетными шинами Pirelli. В основном это, конечно, спортивные шины, потому как половина мотоциклетных формул ездит как раз на продукции Pirelli. В шинной империи Мишлин тоже обратили внимание, что без помощи русского специалиста они не смогут разобраться в разнице культур, подходов и особенностей рынка, ну и страны людей. И для сближения вот этих всех совершенно-таки эклектичных нюансов и векторов им нужен наш человек. И они позвали Наталью Макееву. Наталья Макеева, она женщина потрясающая. И, ну, в общем, многие, кто с ней работал лично, они почему-то по сей пор вздыхают трепетно в этой связи. Ну, видимо, влюбились. Ко всему прочему, она еще талантливый специалист. Причем специалист многосторонний, потому что тоже вступив в Мишлен на позиции, связанные в основном с пиаром, ее уже позвали вот эту разницу культур, подходов и менталитета пытаться как-то снивелировать туда, причем в исследовательский центр на позиции коммуникативные. То есть это такое послесловие как бы к пиару, что вполне допустимо. А потом в течение года, поучившись у нее коммуникациям в своем исследовательском центре, они Наталью Макееву уже позвали на более серьезную позицию. Они ее попросили получить их маркетинговой стратегии в рамках Центральной Европы. Вот это да! Причем вполне понятно, что какая-то часть французов, потрясенная Натальей Макеевой, не только как специалисты, но и как женщины, сделали ей предложения, которые были, естественно, отвергнуты, потому что не затем человек туда поехал. Вообще, конечно, приятно гордиться своими соотечественниками. Мы-то про себя знаем, что уровнем, знаниями, опытом можем гордиться. Но признание за границей, во-первых, льстит, во-вторых, поднимает в собственных глазах и очень аккуратненько так устраняет барьеры легкой второсортности, опровергать которую все же нам приходится. Причем мы сами воздвигли этот барьер такой второсортности. Типа иностранцы всегда правы, иностранцы они как-то в чем-то умнее, в чем-то лучше. Многие-то знают, что это не так. Но на международном уровне среди вот этого рынка труда отечественный наш специалист российский, он не всегда оценен. И мы помним, как, например, врачи, приезжающие в тот же самый Израиль или в ту же самую Америку, обязаны подтверждать диплом и поначалу работать уборщицами, чтобы потом уже стать знаменитыми представителями блистательной хирургической школы Америки или великолепной совершенно медицинской школы Израиля. Они уже приехали туда. Но там есть барьер. Вот этот барьер, а ты докажи, а ты давай посмотрим. Хотя, конечно, одно дело эмиграция, другое дело приглашенный специалист. То есть один сам попросился и должен был доказывать, а другого оценили на местах и позвали туда, причем всегда на повышение. На повышение, на очень серьезный уровень. Но тут отрадно еще одно обстоятельство. В данном случае речь ни в коем случае, конечно, не идет об утечке мозгов. Даже воодушевленно оказавшись на невероятном карьерном верху, покорив за границу и делая большое дело, все эти люди возвращаются. Они получили уму-разуму, показали как надо, реализовали себя, приехали домой вызволять страну из вечной пропасти. А по МЖ речи нет. В Москве 9 баллов. Город стоит. В этой связи уместно вспомнить лозунги. Пролетарий на коня. Президент, естественно, на вертолет. Ну, а мы с вами безо всяких лозунгов в пробке. Общаться. Телефон 65 10 99 6. Ну что ж, все линии перегружены. Это говорит о том, что встали мы с вами в мертвую практически до завтра. Михаил, здравствуйте. Вы у нас первый открывающий бал и парад. Добрый вечер, Сергей. Здрасте. Огромное спасибо вам за передачи. Всегда с огромным удовольствием их слушаю. Но дозвонился первый раз. С дебютом? Очень сложно. Михаил, ваш дебют на радио. Спасибо. Если можно, такого плана вопроса. Значит, у меня была машина Mitsubishi Lancer Universal. Ух ты. Сейчас Mazda 3. Я очень часто езжу в Крым отдыхать на своей машине. Поэтому хотелось бы, скажем так, семья, ребенок, жена, ну, трое человек. И хотелось бы машину вроде джипа попроходимее и повместительнее. Мои исследования, скажем, я смотрел и Volvo XC90, потому что 70-ка меня не устраивает по вместительности. Ух ты. А вы с собой квартиру берете или что? Или так? Просто продержаться в Крыму пару месяцев. Ну, много берем с собой всегда. И как бы даже иногда вот универсала Lancer не хватает. Вот. Ну, в общем, все мои исследования закончились более-менее на том, что я остановился на Mitsubishi Pajero 4. Пока, предварительно. Вот только сомнения дизель, бензин. Говорят, бензин очень много кушает. Да. И причем там есть два мотора 3.8. 3.8 сейчас покинет наш рынок, потому что его никто не покупает. Он зверски дорогой и несуразный. Там 3.0. Очень приемлемый мотор. В принципе, его хватает на все случаи жизни. Но, конечно, лучше всего четвертого Pajero 4 брать на дизеле и сразу покупать Webasto. То есть, что вам на заводе уже инсталировали ее. Потому что в этой машине... А, прямо заказать Webasto на заводе. Да, потому что иначе вы помрете, как в морозильнике. В этой машине при наших зверских морозах в минус 5 потихонечку как-то становится тревожно за организм. При минус 15 все, без полушубка, в эту машину без валенок бесполезно садится. Помрете. Но смотрите, какая штука. Вы ходите в дальний бой, и вам для этого нужна машина, чтобы увезти с собой полквартиры. Все-таки направление легковых универсалов, просто D-класса, вы не рассматриваете? Ну, возможно, но там, видите как, там, скажем, нужен клиренс повыше. Потому что бывают иногда места, в горы ездим, там, ну, скажем так, Лансера, Хватт 9. А Мазда уже, конечно, проблемная. Некоторые местами цепляешь. Нет, ну, извините, Мазда 3, это машина самая низко прижатая к земле. Ее брать за точку отчета, это совершенно неправильно. На Мазде вы цепляете даже, если, не дай бог, кто-то просто окурок выбросил. Вы можете об него пропороть себе брюка. Это верно. Но если вы уходите в класс D, ну, например, там есть такой грандиозный совершенно автомобиль, как Skoda Superb. Skoda Superb или даже хотя бы просто Octavia, которая комби, она же вагон, она же универсал. Туда помещается половина квартиры. Ну, лыжи с балкона не влезут, а все остальное, даже старая раковина, которую вы забыли выбросить, она тоже там будет нормально жить годами в багажнике, вы ее не сразу найдете. Если вы, например, уходите на Superb, а Superb, они разные. Если раньше Superb был в строго ограниченных комплектациях, сейчас и по типу привода, там, передний либо полный, и по двигателям у него очень широкий спектр. Superb – это машина, позволяющая ехать, так вот, в развалочку, нежно перебирать непостиранное белье, которое вы тоже по ошибке взяли с собой, потому что схватили также по ошибке стиральную машину в попыхах, и все это вам не будет мешать. Но Pajero, конечно, да, тут-то вы уже и «Горный орел» раз, и «Покоритель бездорожья» два, и, в принципе, она, конечно, на дальняк идет очень хорошо. Она достаточно стабильна на дороге, и что прелесть этого автомобиля, она может двигаться в режиме постоянного полного привода. Ей не возбраняется. А это стабильность. Стабильность управления – это всегда, знаете ли, та самая пассивная активная безопасность, без которой нам с вами тяжко. – Понятно. – Но посмотрите универсалы. Грандиозный универсалище «Шкода», и все-таки она просто проще, она понятнее, аналогичнее. Либо «Октавия», либо «Суперб». Дальше Pajero 4, тем более что по деньгам, к большому моему сожалению, они сближены. – Ну вот об этом и речь. Что «Суперб» взять, что Pajero. Но у Pajero уже как бы больше функций, скажем, по бездорожью и так далее. И, в конце концов, Михаил, когда вы едете на Pajero, но это вы едете на Pajero. А когда вы едете на легковой машине, это вы едете на легковой машине. Это разница ментальная наша с вами. Дмитрий, здравствуйте. – Добрый вечер, Сергей. – Как вам стоится, Дмитрий? – Вопрос. Алло. – Как вам стоится? – Да ничего. Кстати, нормально двигаюсь, более-менее по Ярославскому СССР. – Ух ты, как странно. Вы в Москву прорываетесь по Ярославскому СССР? – Нет, почему? – Эвакуируетесь из города? – Да. – Странно. Вот тут вот Яндекс так лукаво говорит о том, что там впереди вас ждет. Ну, дай бог. – Такой вопрос, Сергей. Вот для девушки, да, для женщины выбор Kia Rio на автомате машина, Kia Rio, там Hyundai Solaris, хэтчбэк, хэтчбэк. – А это она вам делегировала право выбора себе вечернего платья? Или это вы на себя самопровозглашенно взяли возможность выбрать ей, в чем выйти в люди? – Ну, я больше взял на себя. Больше разбираюсь, как мужчина больше разбирается в этом деле. – То есть вы к ней придете и скажете, дорогая, учитывая, что перераспределение крутящего момента в данном случае не актуально, а на этой машине Макферсон спереди и простейшая балка сзади обеспечат тебе нормальное прохождение апекса поворота, я рекомендую тебе дальше пошло двоеточие, если она не упала в обморок. – Ведь барышня, она же нас с вами слушать не будет. Она посмотрит на цвет, она посмотрит на финтифлюшку и скажет, а почему эта финтифлюшка? Она же должна быть финтифля, а она всего лишь финтифль. – Мне не нравится. И вы окажетесь в тупике со всеми своими познаниями. Вы даже не сможете ее переубедить степенью сжатия. Хотя она будет догадываться так вот императивно, что вроде как ей знакомо и близко это понятие, но она на всякий случай не спросит вас, Дмитрий, а что такое степень сжатия? – Она просто кинет головы и скажет, что ей это тоже не подходит. – Ну, по дизайну, по внешнему виду, по цвету, в принципе, вот этот выбор так сделали. – Она у вас большая барышня? Вы ее на руках носите или в машине возите? Она ростом какая? – Ну, ростом нормального, среднего роста, метра 70 с небольшим, нормального роста. – Потому что Фабия, она больше ящик, и там, если что, можно встать в полный рост и сделать небольшое количество фитнес-упражнений. А в Рио и в Солярисе, если с этим будет труднее, в Рио и в Солярисе надо ехать. Там не до гимнастики будет. И если она настолько среднего роста, что практически с меня, то все-таки в Фабии ей будет, ну, как-то, может быть, проще. Особенно, когда вы ей еще в придачу к этой машине еще и шубу подберете. Но Рио и Солярис, они молодцы, и вот Рио, конечно, бесспорный лидер дизайна. Она как хэтчбэк красавица. И если вы угадаете с цветом, то ваша барышня даже не спросит про все остальное. Эти машины… – По надежности, по сравнению, вот так вот, как они… – Не бывает у девушки надежности. Вы много в своей жизни надежных девушек встречали? – Вот с машинами то же самое. Знаете, о надежности можно говорить в кругу инженеров. Когда специалисты уровня, например, Сан Саныча Пикуленко, садятся с себе подобными и обсуждают там что-нибудь, связанное с техникой. В остальных случаях это зависит от характера, но не от машины. Один и тот же агрегат в руках разных людей имеет совершенно разный эксплуатационный период. Что-то сдохло, что-то еще живет. Тем более под барышней. Когда телеграфные столбы начинают тихо подкрадываться к заднему бамперу, мы с вами о надежности, например, подвески уже судить не можем. Потому что у нас возникают другие проблемы. Но Рио и Солярис, они красивее, они современнее, чем Фабия. Фабия, она эргономичнее. А все в совокупности, это пустой разговор, потому что барышню нужно брать, тем более, что она у вас для такелажных работ по размеру подходит, брать нежное в объятия и на руках приносить в салон и говорить, ну вот посмотри вот это. Пусть еще она вам скажет, хочу вот оно, а оно окажется какой-нибудь мини стоимостью в миллион пятьсот. И будут у вас совершенно непредвиденные сложности. Егор! Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, Егор! Благодаря пробкам я слушаю вашу передачу и бесконечно счастлив, что эти пробки существуют, потому что имею возможность ее до конца прослушать и насладиться. Спасибо вам огромное, безумно интересно. Восхищаюсь и даже недумеваю иногда, откуда же вы столько знаете. Знаете, мы с Собяниным за вас. Если он сейчас еще кое-что построит, тут парочку буквально эстакад, то я, наверное, уже перейду на двухчасовой формат. А вы однозначно, это будет прекрасно. Пусть строят. Собянин очень старается. Он молодец. Не каждый день нам выпадало такое счастье по голове. Пожелаем ему в этом успеха. Да во всем пожелаем. Сергей, ситуация такая. Езжу катаясь на Маздец Х9. Ух ты! Ну вот подумал сейчас машинку эту передать жене, чтобы она детей возила, а себе что-то подыскать для города помещи. Критерий выбора у меня такой, чтобы была она красивая, с индивидуальностью и надежная, но в то же время не входила, так сказать, в топ-10 по угоняемости, чтобы там на касках не разоряться. И хотелось бы, конечно, чтобы запчасти тоже по цене, и сервис не зашкаливал. И вот тут мой взгляд падает на Citroën DS5. Ух ты! А потом падает на Citroën C5. Практически рушится на C5. Потому что хочется-то все-таки и зимой ездить, и куда-то более-менее, ну, не постоянно слышать, как скребет днище об асфальт. Да, звуки пугающие. И вот мучаюсь, ночью не сплю, и все думаю, когда же я услышу вашу рекомендацию. А сегодня еще заехал в салон случайно Infiniti, как-то угораздило, и вот M-ку посмотрел с полным приводом. Ну и как? Да вот вроде понравился салон, такой белый, богатый, комплектаций много, опять же полный привод, и машина вроде такая. Причем у Infiniti, что хорошо, эта машина такая довольно китчевая, там поэтому богато, это немножко другая категория. Вот в целом, самый правильный вариант, C5. Это безупречный автомобиль. Только с большим мотором. Обязательно с большим мотором. В программе экипаж на Finam FM есть тематический номер 65 10 9 9 и 6. Обычный телефонный номер. Звоните, мы с вами пообщаемся. Сергей, вы уже в эфире, здравствуйте. Алло. Здрасте. Здравствуйте, у меня Тайорка Хайлюкс 12-го года. Ух ты, ну и как? Ну отлично, лазает везде, но не всегда хватает. Да. Кстати, а... Гудрище, 32-е уже на ней, ну полная защита, но в ближайшем будет лебедка и либо тинк, либо ротфло амортизаторы. Соответственно вопрос, держаться ли за гарантией дилера в данной ситуации. Что с гарантией я не расслышал? Ну, за гарантией дилера, при таком активном запиле, держаться или не стоит уже? Нет, конечно, а тем более вам зачем? Вам гарантия дилера нужна только в тот момент, когда вы накроете мотор. А с мотором, со своим дизельным, вы биться будете долго, чтобы его пристрелили. Поэтому вы пошли нормальным путем апгрейда, вы готовите машину, я так понимаю, для серьезного бездорожья, у вас, ну, 32-е колеса Гудрича, это говорит о том, что вы уже, типа, волок выходной преодолели, вам уже дальше надо. Да плюньте вы на эту гарантию. Ну, как бы да, там 11 тысяч за замену масла было недавно, и учитывая то, что скоро они не точно пошлют, в случае чего. Они вас пошлют в любом случае, даже если вы ничего не делать с машиной не будете. Задача дилера, чтобы вы ему отдали денег и ничего не просили взамен. Просто они же не милиция, чтобы выйти на дорогу и сказать «дай». Они дилеры, поэтому они должны подождать, пока вы к ним приедете. Пошлют они вас в любом случае, даже если у вас лампочка перегорит. Но вы, кстати, какие-нибудь АРБ себе уже поставили? Ну, АРБ, это, в смысле, подвески вы имеете в виду, да? Ну, знаете-ка, лифт-подвески и силовые бампера, потому что без этого же с дороги не съедешь. Ну, человек на передок, я думаю, потому что там 70 кг нагрузки на передней ось, сомнительное удовольствие. Да, и причем он, если вы оставите подвеску серийной, он вам пригнет физиономию к земле очень сурово. Ну, это да. Тем более я и так уже плавил подкрылки, потому что чиркают эти старые. Ну, понятно, да. А с подвеской я решил более радикально и дорого пройтись. Я либо кинг-амортизатор, либо ротфло американский буду ставить, может быть, слышали о них. Но только амортизаторами же дело не кончится. Ну, естественно, и пружины тоже туда же. Да, да, да. А по задней рессоре, ну, может быть, какую-нибудь австралийскую поставить. Просто именно АРБ очень сильно не хвалит при эксплуатации. Да. Они и текут через год, и так далее. Есть такой момент. А с блокировками у вас что? Ну, задняя жесткая, естественно, подключаемая полная, соответственно, межосевая по умолчанию жесткая. Но вперед-то только что, если как-нибудь потом. Потому что я вот на Хайлюксе лазил на стандартном, совершенно на его лысой паркетной резине стоковой. Ну, он тоже был молодцом. Я долетал до середины болота, а спецподготовленная техника иногда на входе в болото уже тонула. То есть, в принципе... Ну, куда водитель зависит. Ну, тут все-таки тут и блокировок у него достаточно. Просто некоторые даже идут дальше и ставят там уже все совсем по-суровому, по-взрослому. Ну, как пример, в субботу был на Гремячем Ключе, если знаете, где это. Знаю, да. На въезде проехала Ниссан Альмера аккуратненько, правда, и рядом засел соболь полноприводный с уазиковскими мостами. Ага. Пришлось его дергать. Так что тут тоже от головы и сходить посмотреть в нишний раз надо. Да, конечно, не оскудила талантами земля русская. Мы же с вами помним, как у нас полстраны ездила на Жигулях на Копейке в перемешку с Камазами и ничего. Даже и не знали, что можно купить себе какой-нибудь внедорожник. Они просто не продавались. Уазик был мечтой. Но ездили. Ну да. Ездили. В общем, я так понимаю, что в действительности у вас нет вопроса, а есть просто приятный разговор с людьми, которые понимают о том, что High Lux это класс. Счет у меня все думал с дилером. Ехать к нему второй раз не ехать к нему второй, третий раз. Как-то вроде и положено ехать, а уже понимаешь внутренне, что уже, наверное, не стоит. Вам, Сергей, дозволяется простая человеческая наглость. Приехать с лукавым взором и сказать, а что, что-то не так? Разве от того, что у меня здесь стоит вот эта вот штука, что-то не то с мотором? И вы хотите меня снять с гарантии на каком основании? На основании того, что между там лебедкой и коробкой передач есть какая-то причинно-следственная связь? Маслица, пожалуйста, поменяйте, колодочки гляньте, ну и так по подвесочке пройдитесь в рамках перечня регламентных работ. Хотите мне отказать? Не забудьте обосновать. Сергей, ведь, понимаете, какая штука? Вы остаетесь, как это ни парадоксально, клиентом, которому они обязаны. Поэтому сделайте физиономию топором и придите к ним, улыбаясь. Пусть мучаются. Ну, то есть, технически, при таком достаточно жестком затиле по подвеске претензии, допустим, к мотору и коробке можно. Наверное, уже всякие шрусы уже нечестно даже с них спрашивать, а коробка и мотор все еще остается. Знаете как, шрусы, в принципе, 32 колеса нормально должны переваривать. Ну, эти еще да. Тем более, что, ну, гудричи, нормально. Можно было, конечно, Микки Томпсон поставить и похихикать после этого. Но у вас небольшое вторжение в машину. Пошлют, так пошлют. Знаете, не захотят с вами всерьез разбираться и начнут какие-нибудь там выкручивания рук и звать охрану, ну, спокойно сядьте, уедете, свалите им пару заборов, никаких трудностей. А до тех пор там кондиционер, отопление, электрика, между радиатором, кондиционером и амортизаторами, какая взаимосвязь? Никакой. Пожалуйста, гляньте, что там у меня. Нет утечки. Там, как фреончик мой, поживает. Пусть страдают, пусть обливаются слезами восторга по вашему поводу. А так вообще проблемы слышали про хайлюксы? В основном только клиентские. Вот хайлюкс это как раз та самая машина, по поводу которой старый постулат работает, что эту машину может убить не столько владелец, сколько дилер корявыми руками. Потому что сам по себе аппарат сделан именно на убой, для того, чтобы с ним беспощадно, как с врагом империализма, разбирались под каждым кустом. Сел, поехал, и его там, ух, ну-ка хайлюксишка мой, давай. Он дает, как Дуся агрегат. Машина выносливая, машина выносливая, но таланты есть. Люди, которые могут сесть у себя дома на газоне на Соболе полноприводном, они могут и хайлюкс с бантиком завязать. Спасибо. Это нормально. Сергей, успехов вам. Я все ближе и ближе к тем выходным, к этим ближайшим выходным, на которые у меня такие надежды по внедорожью. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте. Рад вас слышать. Я вас тоже рад слышать. Слушаю вас регулярно, действительно, спасибо за интересную передачу. Вот она, дедовщина-то с чего начинается, с регулярности. Подскажите, решил пересесть на паркетничек. Основные такие направления, куда ездим, это, конечно, Белоруссия, Украина. Ездим к бабушкам, к дедушкам, хорошо, загружаем машинку. Семья из четырех человек. Мучаюсь в выборе. Вольво, БМВ, ХЗ или ЖЛК. А Вольво какое? Шестидесятка. Просто шестидесятка? ХС. А, ХС-шеесятка. Да. А БМВ, а третий кто в вашем списке? ЖЛК. Ага, как интересно. А с чего вы пересаживаете, из какой машины? Пересаживаюсь сейчас ШКОДА ОКТАВИЯ 1.8 на DSG. Ну, машина нравится, вопросов нет, но хочу на дизель, чтобы было немножко поэкономнее. Ага. Ну, Ваша ОКТАВИЯ, ведь, она у вас хэтчбэк или комби? Нет, обычная. Обычная, то есть хэтчбэк. У вас ведь довольно серьезный там по грузопассажирским вариантам кузовочек. Туда напихать-то можно и бабушек много, много и сувениров? Так, в том-то и дело, садится прямо на брюхо. Ага. Вы много колбасы везете в деревню? Да, и мясо в Беларуси. Ну, вот ХС-60, у нее багажник, ну, такой, тесненький, там вам будет немножко не до мяса. Сгущенку, конечно, довезете, а со всем остальным трудно. ХС побольше, ГЛК побольше. Причем, ну, все они кроссоверы, все они молодцы. Дизельный ГЛК абсолютный молодец. И Fumotion у него, этот, фирматик работает хорошо. И вообще, у ГЛК у него самая главная засада, это его коммуникационно-навигационный комплекс. Вот эта хрень с лампочками и с экраном, которая торчит посреди машины, называется Command. На нее всегда разводят и говорят, ну, что вы, это специально, это же Mercedes. Вот, Mercedes, он же, конечно, такая фирма, фетишизируемая нами. Mercedes, это всегда круто. И у Mercedes есть какие-то косяки, которые, ну, принято считать особенностями. И одна из этих вот особенностей фирмы, это то, что они патологически не в состоянии поставить туда нормальную какую-нибудь мультимедиа. Вот, пойти на рынок, купить за троечок простейшую дживесуху, она кажется в тысячу раз лучше, чем вот этот Command стоимостью там от 50 до 80 тысяч рублей по заказу. Как они могут, где они находят эту ерунду, с какой помойки они ее привозят, непонятно. То есть у них поставщик какой-то просто, я так понимаю, он очень сильно не любит немцев. Вот на это не напаритесь. А ГЛК, конечно же, он лучше всех. ГЛК будет и адекватен, и дизель у него замечательный, причем любой, вот за какой ни возьмитесь, каждый дизель очень правильно сделанный. И у него система... А кто лидер? Лидер ГЛК? Нет, лидер по расходу. Очень сильно зависит от владельца. Они все будут... Ну, они не дадут вам той экономии, на которую вы рассчитываете. Потому что до дизеля, например, L200 Mitsubishi который при любых раскладах не выходит за пределы 9,5 литров, у вас этого не будет. То есть, если... И даже по трассе, да? И даже по трассе. Если у вас вот самая главная задача экономить, то это должен быть Mitsubishi Pajero Sport или L200 на дизеле 2,4. Вот там вы сэкономите по топливу столько, сколько не сэкономите ни на чем. А на всем на этом у вас будет очень хороший баланс между грузопассажирскими возможностями, между энерго-вооруженностью и между проходимостью. Самый сбалансированный из них получится ГЛК. Он не будет самым выдающимся, нет. Но он будет очень достойным аппаратом. И, Дмитрий, как вы прекрасно понимаете, когда он вам надоест, за ним выстроится очередь из ваших рук. Потому что вы знаете правильный ответ. Потому что он Мерседес. Вот. Бабушке привет. Это очень приятно, когда такие родственники приезжают. Александр, здравствуйте. Сергей, здрасте. В сопровождении вашего роскошного экипажа наконец-то добрался до своего гаражика. И не можете выйти из машины теперь. Да, но я еще в нем отсюда всегда уходишь попозже. Ну да. Ну да, вот. И такой вопрос у меня. Насчет хороших машин вот ХС-70 сравниваю я его с Субару Аутбеком. Вот, который, знаете, не на вариаторе там, а который побольше. У них, по-моему, 3 литра или 3 с чем-то двигатель и там и сил побольше. Это который даже шестигоршковым мотором. Да, да, да. Вот, но больше склоняюсь, тем более у меня Субару в анамнезе вот к ним. Тогда зачем вам ХС-70? Тогда, конечно, берите Субару. Аутбек вот привычный и понятный. Тем более, что вы же в себе несете заведомую предрасположенность к этой машине, а это крайне важно. Вот меня, например, на Субару загнать нереально, только если палками. Ну, потому что у меня был Субару и потому что мой Субару отравил мне жизнь надолго. Это из моего опыта. Ну, мне не повезло, ну, я еще знаю там человек 200, которому тоже не повезло. Но когда человек хорошо относится к Субару, тем более, вы замахиваетесь на очень достойный двигатель, он, конечно, там, немножечко склонен к перегреву, у него есть нюансы, но в добрых руках эта штука, она будет вот то же самое, как женщина, которую обласкали. Вы знаете, я заезжал на тест-драйв, конечно, машина очень такая, и повороты держит на скорости, просто роскошная. Но вот мне они советуют еще пересесть на их вариатор, там, по-моему, 170, 170, 177, не помню, и попробовать на нем. Говорят, ничем не хуже, особо-то я не гоняю, мне уже там за 40 далеко. Ну, вот. А вот эти маленькие... Простите за бестактность, а за 40 далеко это сколько? Вы пытаетесь... Ну, 46. То есть, Александр, вы младше меня и пытаетесь быть стариком, что ли? Вы чего? Нет-нет, я говорю только о том, что я уже не гоняю, и мне вот это... Мощь под педалью нужна? Вот найдите блок... Ускориться в пробке нужно, да. Ускориться иногда. Александр, возьмите, найдите в интернете блок Алексея Мочилова в живом журнале, в ЖЖшке. Он пару лет тому назад ездил в Чечню и скакал по горам на Аутбеке. Вот именно на мощном энерговооруженном. Отличный результат. Новости. Продолжаем приятные беседы с стоящими в пробках людьми. 65, 10, 9, 9, 6, телефон. Как вы обратили внимание, вчера был день Алексеев. Дозвонились все Алексеи, какие захотели. Сегодня ни одного Алексея нет, но только один, единственный Алексей прорвался к нам на сайт. Он спрашивает, о моем мнении об автомобилях Cadillac как возможных конкурентах немецкого автопрома. Вот это парадокс GM. Ведь Cadillac это GM, GM это Opel, Opel это немец, это немец, который замечательно держит дорогу, молодец, красавец и умница. И тем не менее, автомобили Cadillac ни в коей мере никак не могут впитать, даже пытаясь прорваться на европейский рынок, ничего из европейской Рюссельхаймской школы Opel. Удивительно совершенно, как они промахиваются мимо унитаза регулярно. Тем более, что Cadillac все-таки уже потихонечку исчерпав потенциал Америки, там у него стабильно, нужно расширяться, расширяться некуда, он поэтому пытается выплеснуться в Европу. Не может, не может, не получается у этих людей довериться немцам, не получается воспринять немцев как учителей. Американцы, особенно на Cadillac, пытаются до последнего оставаться вот такими самостийными ребятами, которые и машину изобрели сами, и обезьяну сами изобрели, и вообще все сами сделали, поэтому учиться ни у кого ничему не хотят. Cadillac для европейского рынка уже создаются в течение нескольких лет, они пытаются прийти в Европу, не могут, не получается, проигрывают, проигрывают, причем всерьез. Итак, 6510996, Василий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Очень рад, что дозвонился. Я тоже. Я хотел бы вас узнать, у меня Grand Vitara, двухлитровая на механике, я хочу поменять ее на такую же машину, только на автомате. Как бы недоволен, только единственная, четырехступенчатым автоматом. Есть ли в нем такие вот огромные прям минусы, что из-за этого не стоит ее брать. Но только из-за четырех ступеней не имеет смысла переживать. У вас вырастет расход топлива, но... Само собой не имеет. Да, но вам будет удобно. Вообще, в целом, вот когда современный автомобиль, более технологически изощренный, чем Suzuki Grand Vitara, переход с ручки на автомат не приводит к увеличению топлива. И очень много полноприводной техники на автоматах едет с точно такой же топливной экономичностью, замечательной топливной экономичностью, как механика, а чаще даже выигрывает. Выигрывает потому, что автомат, он все-таки предугадывает стиль нашего вождения и стремится. Он заточен под экономию топлива. Вот, например, знаменитые DSG немецкие, они, в принципе, занимаются только одним. Они могут никуда не ехать, но они топливо будут экономить насмерть. Это у них задача такая. Они пытаются двигатель всегда поставить в такие ситуации, в такие обороты, когда расход топлива будет минимальным. Задача целого автомобиля только на одно, на экономию топлива. Японцы по этому пути не пошли. Японцы пошли по пути надежности агрегатной базы. Они решили не изобретать велосипед, а заодно 5, 6 и 20 ступенчатую коробку. Они поставили вот этот вот архаичный агрегат, который, в принципе, нормально переваривает крутящий момент. Они все-таки сделали машину-внедорожник. Вы пересядете в рестайлинговую версию, фары передние от старой к новой не подойдут, все остальное будет родным, знакомым. Вы не проиграете ни в чем. Вы не проиграете в динамике, вы не проиграете в удобстве эксплуатации. Самое главное, вы не проиграете во внедорожном потенциале машину. Она станет таким же высоким. Она внедорожник. А жить станет проще. И если у вас есть такая возможность, поменяйте. Вам просто будет здорово. А еще сразу один вопрос такой. По ценовой категории что-то вот заменимое, так скажем, Гранд Витари есть. У вас сколько? Миллион двести, миллион триста пятьдесят. Ну да, это для топового варианта. Миллион триста это уже там со всеми пирогами. Скоро. Да, да, да. И за миллион триста ведь все кроссоверы как раз толкутся на этой самой отметке. Там все... Ну это кроссоверы все-таки довольно-таки, так скажем. Тогда первой ласточкой залетающей к вам во внедорожные объятия будет Паджеро Спорт. Вот он как раз с этих денег начинается, а он как раз внедорожник с очень большой буквы. Да, Спорт согласен. Тем более, что он удивительным образом хорошо держит дорогу. Бывает машина, которая на заднем приводе к этому не очень приспособлены, этот держит. И на нем можно нормально в городе ехать, он нормально рулится, при том, что здорово, вы ему подключили передок, а у него радиус разворота от этого не изменился. Он идет по такой же траектории. Его предшественник, он грешил в неадекватности. Вы ему вырубаете полный привод, а он говорит, ну, я, пожалуй, полезу на бордюр, если можно, еще и забор снесу. А этот нет, он говорит, да, пожалуйста, хотите на пятачке. И, кстати, там по расходу топлива полная фантастика, потому что, как японцы смогли сделать этот мотор в 2.4, который укладывается в десятку, ну, я не знаю, но молодцы. Ну, только что Митсубиши, да. Ну, вы тогда обрекаете себя на рабство Рольфа, а Рольф, он совершенно негуманный. И не зря у него клиенты помирают, а машины, там, слесаря и мойщики очень любят взять покататься. Без извинений, ведь вы же заметили, что по сию пору Рольф по этому поводу считает, что, да, подумаешь, там, косячок был, все забыли уже, ничего страшного. Это пятно на репутации, которое они не отмоют еще, наверное, лет 20. Не, ну да, тем более, случай-то неоднозначный, как бы много людей жалуются, не только, как бы, если бы он был один единственным, а много народу в Рольф. Ну, к счастью, конкурентов много, поэтому можно ту же самую машину взять у других. И вот, если вы подозреваете, что особого смысла нет пересаживаться с того, что было, на практически то же самое... Ну, в принципе, меня он устраивает вот именно как вариант Витара, да, лучше всего. Для меня, как бы, это удобная машина, я, как бы, привык к этому, в принципе, и не хочется менять. Вот только вот, то, что коробка четырехступенчатая, меня вот это не радовало. Ну, Василий, тогда не торопитесь, ведь вы свою Витару еще не сносили, ей еще поездить и побегать. На механике, да, ну, просто большую часть Москвы провожу по дорогам, по пробкам, и, честно говоря, усомняет ее дергать, поэтому уже только из-за этого автомат хочет. Ну, оставайтесь пока теоретиком, вот когда машина уже потребует замены, либо серьезных положений, к тому моменту, ну, вдруг, наконец-то, грянет тот кризис, по поводу которого нам рассказывают сказки, что его не существует на территории Российской Федерации. И тогда половина дилеров разорится закономерно, чего я им искренне желаю, остальные начнут сговорчиво в цене. У нас вот, например, на 2014 год клянутся, что точно кризиса не будет, значит, вполне возможно, что в середине 2014 вы спокойно пойдете и купите тот же самый какой-нибудь Паджеро Спорт, но не за совсем сумасшедшие деньги, а за слегка невменяемые деньги. Тоже будет приятно. Спасибо. большое. И, кстати, Василий, когда будете брать себе следующую машину, в том числе с расчетом на внедорожность, смело берите автомат, потому что очень правильные автоматы пошли, от ошибок они предостерегают, а на бездорожье нет проблемы, нет проблемы на бездорожье. На бездорожье он даже иногда лучше, чем механика работает, потому что отрабатывает, да, именно ошибки тебе, те, которые ты на механике совершаешь, автомат как бы не дает этого сделать, согласен с вами полностью. Да, да, вот. Поэтому с этой пока не торопитесь, ну, она молодец, хлеба не просит, ввозит вас. Потом, через пару лет, спокойно купите себе тот же самый Pajero Sport, либо, либо тех, кто придет к этому моменту на рынок, потому что вот сейчас любопытно будет, например, каков по жизни окажется трейлблейзер новый, это неплохая коллизия любопытная, ну, и сейчас вот себя, например, начнет показывать как-то Amarok, хоть он и пикап, он на автомате, а вот об этом как-то пока мало кто сказал, но у Amarok на автоматической коробке передач, при всем при том, что вроде у него как блокировок-то никаких нет, потому что у него понижайки нет в раздатке, а у него, тем не менее, есть принудительная блокировка заднего дифференциала. Вот как это работает, вот этому, я надеюсь, разобраться в ближайшие несколько дней. Денис, здравствуйте. Алло. Сергей, добрый вечер. Здрасте. Спасибо вам за передачу, думаю, много слушателей присоединятся ко мне. Вот, на самом деле вопрос, у меня уже пост фактум, потому что долго я к вам дозванивался и мучился в таких муках. Успели Денис состариться и купить себе машину за это время. Да, купил машину, но теперь хотелось бы уже пост фактум услышать ваше мнение. Выбирал между Туарегом и Гран-Чероке, вот, и остановился на Туареге, и вот хотелось бы ваше мнение, правильный ли выбор сделал. А какой мотор? Бензин 3,6-250. Понятно. То есть вы взяли без оффроуд-пакета с постоянным полноприводом? Да, и вот заодно хотелось бы услышать внедорожные способности, но на самом деле, кроме подмоскованного снега и грязи, больше он по большому счету ничего не видит. Не пожадничайте на хорошую зимнюю резину, на какую-нибудь седьмую хакапеллиту, и тогда отсутствие оффроуд-пакета по большому счету вы и не заметите. Потому что вы взяли себе хорошую пулялку, вы как раз будете приподнимать статус Туарега в московском потоке. Обычно Туарег, он так не быстро едет, уверенно, иногда даже дышит в спину, но не стремительно. А у вас 3,6, они его пульнут, вы сейчас, наверное, уже обкаткой закончили заниматься и уже можете себе позволить легкие прострелы по прямику. Да, уже позволяю себе, 230, уже отметка побеждена. Ну, вот чувствуется. Вот под эту задачу, я так понимаю, по голосу достаточно молодого, темпераментного и привлекательного человека, вы машину взяли себе правильную. И гонять вы на ней будете здорово. О том, что ее внедорожный потенциал пониже, чем у машины с off-road пакетом, по большому счету, вы никогда не узнаете, и вам это нафиг не надо. А машину вы взяли правильно под свой характер, под то, как вы живете, под то, как вы ездите. в этом отношении Туарек, вам будет хорошим помощником, но ведь вы же еще, наверное, уже оценили, либо вот-вот оцените удобство трансформации салона этого автомобиля. Ну, картошку пока не вожу, вот. Какая картошка по весне, ну что вы, блондинки для чего, какая картошка, Денис? Нет, под картошкой... Пока трансформация еще не проходила. Сейчас вот как раз похолодало, и многие барышни просятся в тепло. У вас в Туареге очень хорошая климатическая установка. Да, кстати, очень-очень доволен. Но не всегда адекватно он работает, тем не менее, меня устраивает. Вот, ну а все же по Гранд-Чероке. Гранд-Чероке был бы более валким, он был бы с смещением крутящего момента, по осям в сторону задней, такой, с заднеприводной управляемостью, и с легкими мерседесовскими пороками. Вы правильно сделали, что взяли Туарег. До завтра. Спасибо. Спасибо.